А законно ли стройка? Вот с таким вопросом к нам обратились жители улицы Гагарина. В начале августа у дома 41 развернулось небольшое строительство то ли входной группы, то ли пристройки. Подробности мы попытались выяснить. Арендатора сейчас найти непросто, а потому собственник нежилого помещения на Гагарина 41 за свой бизнес переживает. Более пяти лет эту площадь у него арендует цветочный магазин. Развернувшийся по соседству строительство вот-вот спугнет цветочный бизнес. Мы получили уведомление от владельца бизнеса Розенко, который хочет расторгнуть договор в связи с тем, что отсутствует свет, солнечный свет. И для него это важно в первую очередь, потому что он занимается цветами. Строительство то ли пристройки, то ли входной группы на этом пятачке началось в августе. И среди жильцов и предпринимателей практически сразу пошли разговоры о незаконности стройки. Мол, воздействие идет на несущую стену, да и разрешение никто не видел. Никто не гарантирует, что на следующий год эта пристройка вырастет в пятиэтажную. При этом сомнений добавлял стойкий игнор со стороны зачинщицы строительства. Мы решили дозвониться до Латифы Исмаиловой, но, увы, абонент и в нашем случае оказался недоступен. Номер временно заблокирован. Получать достоверную информацию с первых рук мы отправились в строй отдел муниципалитета. Выяснилось, все работы на Гагарина ведутся на законных основаниях. В документах и утвержденный проект постройки, и свидетельство на право собственности земельного участка. А все страхи о повреждении несущей стены, мягко говоря, преувеличено. Несущая стена не была затронута, там нет нарушения несущей способности стен, тем более, что стены являются здесь ограждающими конструкциями как таковыми. Впрочем, претензии к строительству все-таки есть. Застройщик не оформил ордер на земляные работы и не огородил стройплощадку. Но за это грозит штраф до пяти тысяч рублей. В принципиальных вопросах закон не нарушен. Валентина Мордовина, Алексей Буланов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.